Привет, друзья! С вами снова Джин Лав, и в этом видеоуроке мы установим социальные кнопки «Поделиться» на наш сайт. Смотрите, мы поставим вот такие вот социальные кнопочки на наш сайт в конце страницы, да? То есть, если мы нажмем какую-нибудь страницу, то внизу страницы будут социальные кнопочки, либо внизу записей, то есть, если мы зайдем в какие-нибудь записи нашего блога, и внизу записей будут также наши социальные кнопочки, то есть, внизу записи. Итак, первое, что мы сделаем, мы сначала установим плагин для этого. Сначала зайдем на наш сайт, панель управления, далее наведем на плагины и нажмем «Добавить новый». Нажимаем. Далее, вам необходимо прописать вот такое вот название сюда в поиск плагинов. Я его сейчас скопирую. Вот такое вот название. «Andware Tensement Management». Прописываем вот сюда, в поисковую строку. Прописали, нажали Enter. Все, этот плагин сразу нашелся. Вот он, он. Нажимаем «Установить». Он устанавливается. Ждем. Далее нажимаем «Активировать плагин». Все, плагин активирован. Больше нам здесь ничего делать не надо, а переходим в новую вкладку. И здесь пишем такую надпись. «Uptalike.ru». То есть, я ее сейчас скопирую, а вы сейчас ее себе запомните и записывайте в поисковую строку браузера. Прописали и нажали. Перейдя на данный сайт, у вас откроется вот такая вот страничка. И для того, чтобы нам разместить те кнопки на нашем сайте, сначала нам нужно зарегистрироваться на «Uptalike». Наводим вот сюда, нажимаем и внизу нажимаем «Зарегистрироваться». Прописываем свой e-mail. Тот e-mail, который мы придумали в первом видеоуроке на почте Gmail. Я его сейчас скопирую. Вставлю сюда. Вы придумываете свой. Также здесь придумываете пароль. Пароль придумываете на английском. Ниже повторяете пароль. Ниже проходите проверку, то есть прописываете то, что вы видите на картинке. И нажимаете кнопочку «Зарегистрироваться». Нажимаете «Сохранить», если предлагает. Далее мы нажимаем «Создать проект». Теперь мы выбираем вот такую вот картиночку с социальными кнопочками. И нажимаем «Настроить». А вот теперь мы как раз и будем настраивать наши социальные кнопочки. Смотрите. В правой части экрана мы видим, как они будут отображаться. А в левой части экрана мы будем их настраивать. Итак, поехали. Смотрите, что мы делаем. Мы делаем следующее. Нажимаем вот сюда «Еще социальные сети». И ставим галочки, какие социальные кнопочки мы хотим видеть у себя на сайте. Вот «Фейсбук», «ВКонтакте», «Твиттер», «Одноклассники», «Гугл» и так далее. Допустим, «Майлру», «Лайв», «Джуну». Да, вот просто проставляете те социальные кнопочки, которые вы хотите видеть на сайте. Да, на своем. И так далее. То есть проставляете галочки, все социальные кнопки, которые вы хотите видеть. Потом, смотрите, они у нас расположены в таком порядке. Если вы хотите другой порядок, вы просто зажимаете и берете и перетаскиваете вверх, либо вниз. Так как вам это нужно. То есть зажимаете и перетаскиваете вверх, либо вниз. Все очень просто. Смотрите, настроили социальные кнопочки. Теперь протягиваете вниз. И здесь указано «Мобильный вид». Вот эту вот галочку лучше снять, потому что, когда люди будут просматривать ваш сайт на мобильном телефоне, эти социальные кнопочки будут занимать нижнюю часть телефона. И это не совсем удобно. Я это уже проверял, поэтому здесь галочку убираю. Далее, в разделе «Дополнительные настройки» мы делаем следующее. Далее, оставляем галочку «Цитирование». Если ее нет, то мы ее ставим. И ставим галочку «Кнопка наверх». Все, больше здесь ничего не делаем. Теперь в разделе «Расположение блока» мы выбираем, как будем располагать наши социальные кнопочки. То есть, мы можем их расположить горизонтально, можем вертикально. Оставляем горизонтально, слева. Дальше. Внешний вид. Вы здесь выбираете размер кнопочек и то, как они будут выглядеть. То есть, форма квадратная, круглая и ихний размер. Вверху размер, внизу форма. Я оставляю размер кнопок средний, форма полукруглая. Теперь нажимаем «Еще настройки». Здесь мы выбираем именно внешний дизайн наших кнопочек. Мне больше нравится блестящий дизайн. Вот такой. И теперь мы выбираем следующий эффект «При наведении». То есть, у нас стоит сейчас просто, да? Мы выбираем вот такой эффект. То есть, третий. То есть, когда человек будет наводить на кнопочку, она будет увеличиваться. Мы пропустили показывать счетчик. То есть, это то, сколько людей поделились в разных социальных сетях. Можем поставить раздельный. И тогда, после каждой социальной кнопки будет стоять счетчик. То есть, сколько людей поделились именно этой социальной кнопочкой в своих соцсетях. Я рекомендую счетчик оставить, поставить раздельный. Ставим галочку «Раздельный». Теперь, внизу нажимаем «Сгенерировать код». У нас появилось вплывающее окно, куда нам надо указать наш сайт. То есть, адрес нашего сайта. Вернемся на свой сайт. Еще раз перейдем на главную страницу. Чтобы у нас было название нашего сайта, скопируем его. Копировать. И вставляем вот сюда. Нажимаем «Вставить». Теперь нажимаем «Ок». И у нас вот высветился вот такой вот код для вставки социальных кнопок. Что мы делаем? Мы берем его и копируем. Опускаем по волосочку вниз. Ставим здесь палочку. Либо кликаем, чтобы все выделилось синим. Либо нажимаем и вот так вот все выделяем. Нажимаем правой кнопкой мыши. Нажимаем «Копировать». И теперь нажимаем «Ок». Все. Наш код сгенерировался. И теперь мы его можем поставить к себе на сайт. Чтобы у нас появились социальные кнопочки. Возвращаемся к себе на сайт. Далее. Возвращаемся к себе на нашу панель управления. Нажимаем «Консоль» на всякий случай, чтобы обновить страницу. И теперь делаем следующее. Наводим на надпись «Настройки». И далее наводим на надпись «Advancement Management». Нажимаем на нее. Страница откроется вот такого вида у нас. И теперь делаем следующее. Здесь есть надписи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 таких разделов. Выбираем третий раздел. Третий. И вот такая вот здесь надпись. И вот сюда вот. Вставим палочку и вставляем тот код. Нажимаем «Вставить». Теперь опускаемся вниз. Нажимаем «Сохранить изменения». Далее. Откроем новую вкладочку с нашим сайтом. И зайдем в наши записи. Например, в блок новостей. То есть зайдем в любую нашу запись. Не на страницу, а именно в записи. Например, зайдем в запись «Милиция». И посмотрим, появились ли у нас социальные кнопочки. И вот они у нас появились. Социальные кнопочки. И мы ими можем поделиться. То есть нажав на нее, всплывает окно «Поделиться нашей страничкой». Смотрите. Также у нас есть такая кнопочка наверх. То есть если мы нажмем на нее, нас перекинет наверх сайта. Также здесь есть кнопочка «Еще социальные сети». То есть те, которые не выведены вот сюда вот. То есть если человек захочет еще какие-то социальные сети поделиться, он может нажать сюда и выбрать из этих, где он хочет поделиться. Также смотрите. Если ему понравилась какая-то статья, какой-то текст в странице, он может его выделить. И у него появится кнопочка такая «Поделиться». Нажав на нее, он также сможет поделиться. Именно этой, этой записью, именно вот, именно этим текстом. Вот. Далее. Теперь смотрите. Это мы сделали социальные кнопочки в записи. То есть как в блог. Мы их поставили в блоге. То есть в любой рубрике, в любой рубрике, зайдя на любую запись, у вас в любой записи будут отображаться эти социальные кнопочки. Но на страницах сейчас нет, да? Вот нажать на страницу «Ламборджини» или «О компании», либо «Тюнинг», «Реквизиты», любую страницу нажать. Здесь социальных кнопочек нет. Для того, чтобы их установить сюда, делаем то же самое. Возвращаемся на эту страницу, где у нас отображен «Adversions Management». И уже в пятый раздел, вот пятерка, и вот этот такой раздел идет, уже сюда вставляем наш код. Тот же код, который мы вставляли вот сюда. Если вы случайно уже что-то сделали, да, вы можете отсюда его скопировать с третьей позиции и вставить сюда в пятую. То есть, смотрите, мы теперь вставим этот код в пятый раздел. И у нас появятся наши социальные кнопки уже в страницах, уже именно на страницах. Нажмем «Сохранить изменения». Вернемся на сайт и нажмем «Обновить страницу». И вот у нас появились наши социальные кнопочки на страницах. Сейчас, нажав на любую страницу, будь то тюнинг, либо еще какая-либо страница, вы видите эти социальные кнопочки. Также при выделении какого-то текста появляется кнопочка «Поделиться этим текстом в других социальных сетях». То есть, все отлично работает и все настроено. Смотрите, если вы не хотите отображать социальные кнопки на своих страницах, на главной странице, о компании и так далее, на каких-то страницах вы не хотите отображать свои социальные кнопки, тогда просто со страниц уберите этот код. Просто выделите его и нажмите «Делит», «Удалить». И тогда у вас социальные кнопки будут отображаться только в записях. Если хотите, чтобы и там, и там это уражалось, просто ставьте его и оставьте как есть. Я социальные кнопки оставлю как на страницах, так и в записях и нажму «Сохранить изменения». Перейдем сюда, обновим страницу. Вернемся на наш сайт, где мы регистрировали социальные кнопки. И смотрите, здесь я вам еще покажу кое-что. Нажав на «Создать проект», вы можете создать еще несколько таких вот полезных вещей для вашего сайта. Таких, как подписаться с помощью социальных сетей и поделиться картинкой. То есть, это, в принципе, делается подобным образом. Если это интересно, посмотрите сами. Также, нажимая «Настроить код», вы настраиваете код, а потом вставляете к себе на сайт. Но это, если вам это интересно. Закрываем опыта «Лайк», возвращаем к себе на сайт. И на этом мы наш урок закончим. Увидимся в следующем видеоуроке. С вами был Джин Лав. Пока.